Приветствую вас. Так, к сожалению, бывает часто, что из одной крайности человек попадает в крайность другую, потому что вовремя не познал границы, свои личные границы, которые, ну, вот, должен познать из-за родителей. Я думаю, что вы подняли хороший вопрос, вы подняли вопрос о том, как можно реализовывать свои желания, будучи человеком любого возраста, и вы подняли тему о том, насколько стереотипичны взгляды современных людей на возраст, да, то есть сейчас реально вот очень быстро может закончиться детство, очень быстро, что с вас оно вот было, да, у других людей там оно заканчивалось уже лет в пять, то и раньше, стоило только родиться второму ребенку. Я сейчас не пытаюсь сравнивать, не пытаюсь говорить, что у кого-то было хуже, а просто потому, что действительно сейчас есть такая тенденция, что взрослая жизнь стремится начаться как можно быстрее. Вот, ну, связано это во многом с тем, что родители часто рожают, будучи молодыми, ну, вот, примерно, как вы, вот, и, собственно, дети хотят побыстрее тоже стать взрослыми, вот, не понимая при этом того же, что понимаете сейчас. Вы, правда, понимаете, вы, вы это понимаете также не совсем правильно. Вы пишете, мне 21 год, это промедюточный возраст между еще ребенок и уже не ребенок. На самом деле нет. На самом деле нет. Ребенок – это не физический возраст. Ребенок – это состояние человека. Это его эго-состояние. Это сочетание спонтанности, естественности и адаптивности. Знаете? То есть, например, мне почти 30 лет. Читаю ваш текст. Текст мне, например, захотелось засмеяться. Сейчас я сделаю это, если увижу, что это будет уместно. Так? То есть, вот, например, вы пишете, что промедюточный возраст между еще ребенок и уже не ребенок. Хе-хе-хе. Понимаете? Ну, не бывает такого. Да тут вы как бы меня улыбнули. Вот. А то, что я засмеялся – это и естественная реакция моего ребенка, моего детского состояния, который всегда со мной. Вы же стремитесь к тому, чтобы свое детское состояние подавить. Потому что так хотят ваши родители, надеясь, таким образом вас защитить. И делать здесь не в возрасте. И не в том, что раньше было лучше. Видите, раньше вы не были ребенком, точнее, ребенком, то вы были, физически. Но по факту вы просто-напросто бунтовали. Вы просто-напросто боролись. А борьба – это не то же самое. Вот. Выпить дьявол успел опознать весь вкус взрослой жизни, и мне он совсем не понравился. Вы знаете, я, если честно, сомневаюсь, что вы познали вкус взрослой жизни, потому что… Ну, если бы вы познали вкус взрослой жизни, у вас не было бы эмоций. Потому что взрослая жизнь – это жизнь без эмоций. Взрослая жизнь – это жизнь как компьютера. Взрослая жизнь – это жизнь Siri. Сири, любой компьютер, искусственный интеллект, вот что такое взрослая жизнь. У вас не так. Взрослая жизнь для вас это надо, должна, обязана, необходимо, нельзя, ограничения, запреты, правила. Причем без разбора любые вообще правила, какие только могут быть. Это не взрослая жизнь. Взрослая жизнь это холодный, безэмоциональный расчет, ориентация только на то, что по факту происходит и на то, что можно и нужно сделать. Поэтому простите, взрослой жизнью у вас здесь и не пахнет. Дальше вы пишете, я не хочу ходить каждый день на работу. Простите, а кто выбирал работу? Простите, а зачем работать? То есть для чего вы работаете? Если для денег, это одно, тогда работа воспринимается просто как средство получения дохода. Если для реализации, то вам должна нравиться работа, то есть то, что вы делаете, совпадает с вашими ценностями и с тем, что у вас хорошо получается. Работа это не каторга, но если вы не хотите ходить на работу, то получается именно так, а значит выбрали ее не вы, кто-то другой. Быть серьезным. Быть серьезным, быть серьезным. Не нужно быть серьезным, просто нужно уметь учиться, а грамотно, вовремя и уместно проявлять свое детское состояние. То есть единственное отличие в том, что вы не можете беспорядочно быть несерьезной, как это было раньше. Именно беспорядочно, но вы можете так же веселиться, вы можете так же смешить людей, вы можете так же делать какие-то нелепые вещи, если это никому не вредит. Но вы себе внутренне это запрещаете и перекладываете ответственность за это на взрослую жизнь, из чего я делаю вывод, что вы склонны к перекладыванию ответственности. А этому, то есть перекладыванию ответственности вы научились у своих родителей, которые соответственно на вас перекладывали ответственность за себя. И эта ответственность, которую они перекладывали на вас и перекладывают, я так подозреваю до сих пор, выражалась в том, что вы очень поздно начали гулять. Родители вас не отпускали. Задникает вопрос, а с какого перепуга они вас не отпускали? Боялись, заботились, опекали. Боялись, заботились, опекали, это означает, что подавляли. Вот вы и привыкли себя подавлять. Дальше. Превращаться в старую, страшную, скучную хан-хан-жу, в которой нельзя будет идти с друзьями по улице с бутылкой пива, слушать классную песню и подпевать. А с чего вы решили? Вот откуда это? Откуда это установка? Почему вы обязательно должны превратиться в старую, страшную, скучную хан-хан-жу? Вы не обидаетесь, но вы сейчас рассуждаете, как старая, страшная, скучная хан-хан-жа. Вот именно сейчас, вот текст, который вы написали, это именно этот текст. Но вы вовсе не обязаны превращаться в этого человека. Это ваш выбор. Вы сами делаете выбор, превращаться или нет. Еще раз. Я почти на 10 лет старше. Я до сих пор играю в игры. И до сих пор развлекаюсь. До сих пор слушаю музыку. Я делаю это на улице. Я делаю это во всеуслышанье. Просто потому, что мне это нравится. Когда я иду по улице, я слушаю музыку. Ее слышат все, потому что она играет через динамику. Большой. И мне это все равно. Это мое детское состояние. И это никому не вредит. Понимаете? Дело не в возрасте. Дело в выборе. В свободе выбора. В этом, кстати, можно вам помочь. Я очень поздно, пишите вы, начала выходить гулять. Кстати, идти по улице с бутылкой пива, слушать латные песни, подпевать это элементы бунта. То есть одно дело, если вы любите пиво, и любите песни, в которых есть мат, и подпеваете это совсем одно. В таком случае вряд ли вы от этого откажетесь. И другое дело, если это для вас все элементы бунта. Потому что бунтует тот, кто подавляет. Я очень поздно начала выходить гулять, до этого меня не отпускали родители. Ну, понимаете, вот просто взяли, прикинули ответственность на родителей. Мол, они меня не отпускали. И все. Наверное, вы считаете, что вот вы ничего не могли сделать. Да? То есть они вот не отпускали, ну типа и что? Что я могла поделать? Могли. Могли. Могли бороться. Могли отстаивать свою позицию. Могли. Не сделали, но могли. Вопрос там, почему не сделали. Потому что так было спокойнее. Когда начали бунтовать, первое время тоже было спокойнее. Особенно, когда это было под постоянным давлением. Под постоянным запретом. А только появилась свобода, и все. Вы уже не знаете, что делать. Свобода вам не нужна. Наоборот, вам нужны постоянные ограничения. Именно к этому вы стремитесь к постоянным ограничениям. В своей жизни. Свободу вы боитесь. Потому что личные границы свои вы не знаете. Личные границы вы не знаете. Ну поэтому вся ваша вот эта вот жалоба, это по сути оправдание. По сути оправдание своего выбора. Выбора не свободы. Но выбора мечтаний о свободе, как единственного выхода в себя проявить. Так, значит, когда начало, попало в одну компанию, которая мне была очень весел. Ну, что можно сказать? Человек, который имеет гармонию с самим собой, испытывает веселье где угодно, с кем угодно, как угодно. Ему не нужна компания для этого. А вам аноним. Эта компания нужна. Значит, вы добирали в этой компании то, чего нет у вас. Ну, вы поразмыслите на эту тему. Всего не хватает. Возьмите на себя ответственность за то, чтобы реализовать то, что вам не хватает. Это и есть взрослая жизнь. Взрослая жизнь – это не следование правила, а не следование указаний и не прислушивание к постоянным директивам. Взрослая жизнь – это взятие личной ответственности на себя за то, что вы хотите. И реализация. Взрослая жизнь – это, по сути, взрослая форма реализации ваших желаний. Но при этом в борьбе с другими людьми, которые против того, что вы это делали. И в борьбе такой человек понимает, что он прав. Потому что как бы сопротивление идет. Так, этой компании больше нет, а вы есть. Компании больше нет, а вы есть. А что связывало вас с этими людьми? Уже определенно не дружба. И определенно не принятие себя. Принятие их, точнее, такими, как и они есть. Почти все, с кем я раньше общалась, и гуляла уже с семьей и детьми. Ну и что? Опять же, для людей, которые в душе могут доставаться за детьми, это не проблема. Я и сама вышла замуж, зачем? Но у меня ничего не получилось. Что это значит? Хотите ли вы это исправить? С грустью пересматриваю фото 5-6-7-летней давности и понимаю, что этого больше никогда не будет. Будет, если вы возьмете свою жизнь в свои руки и перестанете смотреть в прошлое. То есть я понимаю, почему смотрите в прошлое, потому что там было легче. Но это же можно реально заводить здесь и сейчас. Я бы хотел быть обычной девочкой-подростком, которая встречается с парнем со своей школы, учится и ни о чем не думает. Еще раз. Это неумение справляться с ответственностью. То есть у вас либо ответственности нет вообще ни за что, то есть вообще не за что не отвечать, а потом сразу очень быстро ответственность вообще за все. Именно так бывает у таких людей, как вы, которые поздно начали гулять, долго были под опекой родителей, потом вырвали, сил у них тучи, куча всего, куча всего, 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 всего. Почему? Потому что люди, которые были долго под опекой, не умеют выстраивать свои личные границы. Работа с границами это тоже отдельное направление терапии, поэтому тут как бы можно с этим поработать, будут личные границы, что же не будет так страшно. Я бы хотел, как в былые времена, прятать от родителей сигареты, просить проходжих на улице купить бутылку пива, скрывать отношения с родителями, тайно приводить себе парня, когда родители нет дома. Что это все? Это не свобода, по сути. А свободу вы боитесь. То есть, почему не делать все то же самое, только не скрывать? Почему нужно прятать, бросить проходжих, скрывать отношения, приводить к себе парня, когда родители нет дома. Почему? Это бунт. Вам нравится бунтовать, а вот свободно брать то, что нужно, вы не готовы. Почему? Потому что это запрет. Это запрет. Вот об этом и нужно говорить. А запрете на свободное воле и изъявление от своих желаний. Так, самое главное верить, что когда я вырасту, то мои мечты сбудутся. Ну, это, знаете, вот скорее, опять же, некая такая позиция ваших родителей, наверное, что, если будешь верить, что все получится, то в мечтах было нужно что-то делать, а не верить. Веры как бы мало. Нужно делать что-то. Если мечта действительно ваша мечта, то вы будете все свои силы направлять на то, чтобы она реализовалась. А если вы используете мечту только для того, чтобы мечтать, то это фантазия. И по факту это избегание в вымысленную реальность от реального мира, который для вас выглядит достаточно недружелюбным. Почему? Потому что вы не умеете найти с ним общий язык. Почему? Потому что вы не обучены. Дальше. Естественно, не так, но этого вы не знаете. Мне не нравится моя неинтересная, блеклая и скучная жизнь, потому что вы полностью себя подавляете. Подавляете свое детское состояние. Этому тоже могу научить. Научить прислушиваться к себе и проявлять свои чувства. Я не знаю, что мне делать, что бы что. И как жить, как жить, чтобы что. То есть, вот сформулируйте. Вот вы говорите, я не хочу быть взрослым. А какой вы хотите быть? Хочу быть там ребенком. Отлично. Хотите быть ребенком здорово. Хотите быть девочкой и подростком. Прекрасно. Как это можно реализовать здесь и сейчас? Давайте, давайте. Давайте вот просто из позиции взрослого. Это вам не родители, которые подавляют, и не ребенок, который говорит, качим. Это неизвестительные, но настоящие взрослые. Которые говорят, что по факту происходит? Ты хочешь быть девочкой и подростком. Отлично. Мы имеем такие-то, такие-то средства. Такие-то, такие-то обцветлства. Мы имеем такие-то, такие-то возможности. Все. Давай использовать. Все. Вы используете. Никаких вопросов. Ничего. Вот это взрослый. Я уверен, что о таком взрослом вы не слышали. Но именно этот взрослый ключ к тому, чтобы вы стали счастливы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. я порекомендовал вам индивидуальную работу по тем направлениям, которые я вам сказал. Уже сейчас я могу дать вам задание. сформулируйте список чувств, своих чувств за сутки. Например. Ну, или за несколько суток. Которые вы себе подавляет. И допишите по каждому чувству аргументы. Аргументы. Пользуя этого. то есть почему подавляет. Вот. И источник. Откуда узнали, откуда узнали, что их нужно подавлять. От кого. И как бы здоровая, здоровая критика этих аспектов. То есть а насколько это мне полезно. А правда ли мне это полезно. А почему это я приняла это вот так вот целиком, да, как интроект. Интроект и все. Вот. Понятно? Вот с этого задания и начнется ваша индивидуальная работа и путь к счастливой гармоничной жизни. Вот. Ну и конечно большей осознанностью, да, то есть мне не очень понятно почему в 21 год вы работаете, но не учитесь. Мне не очень понятно почему в 21 год вы уже вышли замуж. Как бы зачем? А как же карьерный рост, реализация, развитие, это вся история. То есть как бы здесь вот тоже нужна нужна корректировка. Тут тоже нужна корректировка. Потому что причина такого быстрого замужества. Что значит ничего не получилось? Что хотите в этой ситуации? Вот. Как вы выбирали мужа, для чего, чтобы что, вообще, какие у вас были ожидания там от него и прочее, прочее, прочее. Вот. Наверное, подумайте обо всем этом. Если у вас остались вопросы, значит, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.